Интересно, как-то вот колотно в одно тут место выскочило такое вот шпат. Видите, шпат пошел. Ну вот попробую вот в эту сторону, где шпатик, поупражняться. Вон, видите, вот он. Шпат отлетает. Выключу пока, а то неудобно. Тут народ уже рылся, а я рядышком тоже встал. Оно, конечно, скорее всего, все тут выбрано, но должно остаться то, что нужно было. Нашим дедамам им нужен был метист, берил и прочее. Все не то, ребята. Но вот еще одна шахта. Гроздочки стоят. Ладно, близко подходить не будем. Шахта, шахта. Когда-то добывали. Выгодно было, интересно. Когда стекло подделки не научились делать. А сейчас на выставку зайдешь. Стекло до пластмасса. Текло до пластмасса. Нет. 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 Нет, нет. Нет. Это не так. лопата далеко. Вообще-то, конечно, вот здесь вот интересно. Что тут кайлом сделаешь? Ничего не сделаешь. У меня метода одна. В принципе, везде, когда ходишь, гуляешь, ищешь что-нибудь там интересное. Смотришь, где есть поваленные деревья, там пеньки, всякая хрень. И вот так вот я корень дерева поваленного. Дергаешь, дергаешь. И вот видите, в одной стороне камня. То есть уже можно представить. Видите, кварчик идет тут. Вот вниз, что здесь какая-то жилка идет. Вот. А если учесть, что дерево вот так вот лежит. Вот. А мы обнаружили здесь, то есть вот эта вот ямка. Вот здесь вот нужно тогда подсекать. А если знать, как жила идет, то в крест этой жилы сделать канавку разведочную. Но нет ничего у меня с собой. Ни лопаты за машиной идти нехудо. Не факт, конечно, что здесь что-то будет. Но учитывая, что вот я очень много отпалов сейчас прошел, посмотрел, в каких жилках работали, то... В принципе, есть надежда. Вот видите, вываливаются какие куски жилы. Вон у нас края дерева. Вот. Видите, рядышком ничего нет, а тут идет. Так бы выкопать, конечно, определить направление жилки. Направление определишь, когда можно будет посмотреть, где на ее продолжении может быть и какое-то пересечение с другой. Особенно где все курцы жилы, там всегда интересно. Хоть по камням, хоть по золоту. Вон на Первомайском Заверевском месторождении на золото работали тоже. Но там на глубине. Одну, другую жилу примерно прикинули, где они будут пересекаться. И шлянули по горизонтали выработку и нашли этот столб, богатый золотом. Но это на халяву так вот ничего не бывает. Копик, правда, где-то здесь есть халявка. Ну, я бы, конечно, вот здесь вот, вон эти шпатик этот кварц неплохой, я бы, конечно, здесь забился. Ну, вот, вроде минерализация, мал-мал, начинается. Еще одну халявку сделаем тут на Итальяне. Итальяне. 50, 50 шагов от халявки. Вон она видна. Ну, вот, вроде, дальше надо, но нет уже времени. Кварчик идет вниз. Итальяне. Итальяне. Вот такое вот ядрюшко. Умноша. Как интересно. Умноша. 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 Минерализацию видно мелковатые, но вот такие животные. Ну ладно, пора обедать. Все путем сделано, как и положено. Коп-халявка. Коп-халявка. Молодцы ребята. Коп-халявка. Ни хрена себе. Это чушь такое. Вау. Конца и края не видно. Молодцы. Не так бы мне полметра от земли взять. Ну в принципе тоже самое на халявке. Тоже самое. Ой. Только что окурков нет. Гекварчик потемнее. Где я нашел. Поехали! вообще конечно творческий подход молодцы